Добрый вечер, дорогие друзья! Мы представляем команду Man in Business. Перед вами Дмитрий, Артём, Александр и я, Никита. Все мы прекрасно знаем фильм, о чём говорят мужчины. Давайте представим следующую ситуацию. Ребята, привет! Здорово! Здорово! Как, 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 галактика? Слушай, блин, так устало. Я не знаю вообще, сегодня всю ночь не спал. Ребёнок платит, с женой уже и сил выберется. Ого-го-го, мой хоть и постарше, но тоже заболел. Гряздиневу с женой лечили, и слава богу, обошлось. У меня-то другая проблема. Мы уже сколько дней ищем няню для моего ребёнка. Всё никак найти не можем. Недавно вроде подобрали, хорошая женщина. Ребёнок начал жаловаться. Вот кому верит, не знаю, прям, действительно. Сейчас ты как, что-то всё. Дядя, пиво вчера попился, долго смотрел, выспался. На работу не опаздал, парень. У тебя же двое. У тебя двое. Как получилось? Парень, недавно купился Киви Мув. Вот такая штука, советую вам. За здоровьем следит. Всегда знаю, где мой ребёнок, с кем он. Ну и по микрофону там есть тоже послушайте его в случае, что могу. Подождите, как называется? Киви Мув. Панигам, панигам, что ли? Сотка бац. Да погоди ты, где купить-то? Пойдём, пойдём, покажу. Ничего себе, пойдём посмотрим. Итак, дорогие друзья, мы представляем вам продукт Киви Мув для детей и их родителей. Основные вопросы, на которые поможет и основные проблемы, которые решает Киви Мув, это он позволяет узнать всегда, что делает ваш ребёнок и в каких условиях он это делает, как он развивается и как он себя чувствует. Там есть акселерометр, ну он показывает, перевернулся или грудной ребёнок ночью или нет. Струйный микрофон, я могу его всегда прослушать. И также функция GPS, мы можем отследить, где и с кем он находится. Ну а собственно с помощью термометра я всегда буду знать температуру своего малыша. Датчик давления, я буду знать, как болит голова в моём или нет. Ну и сохранение рациона питания, я всегда буду знать, что, сколько и как питается мой ребёнок. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данный продукт Киви Мув предназначен для родителей, которые постоянно сталкиваются с проблемой, с первоначальной проблемой воспитания детей. Многие мамы, молодые мамы действительно не знают, что, как сделать, болит ли у ребёнка голова, болит ли животик или что. Киви Мув позволяет ответить на эти вопросы. Спасибо большое за внимание. Мы готовы ответить на интересующие у вас вопросы. Есть несколько уже аналогов, так называемые теле-няни. Чем ваш продукт отличается от существующих? В том-то и дело, что различные теле-няни – это аналоги микрофонов и камер Skype, которые устанавливаются одни у ребёнка, другие у родителя. Те-ля-няня следит только за звуком и за видео. Маленькое устройство Киви Мув может осуществлять различные условия, различные функции, такие как мерить температуру ребёнка, то есть если у него ночью поднимается температура, дальше рацион питания. Родитель может забивать различную информацию в свои приложения о том, чем он сегодня покормил, чем он будет кормить завтра, и это следит за питанием ребёнка. Также для более взрослых детей – это GPS-навигация, то есть геолокация. Если ребёнок ушёл гулять, маленькое устройство, которое прикрепляется, например, как петличка на задний воротник одежды, может проследить за ним весь маршрут. Таким образом, мы собрали все различные устройства, которые сейчас существуют, но они разделены, и, можно так сказать, внедрили в одну маленькую штучку Киви Мув. И, кстати говоря, у нас уже присутствует такая штука, так что можем устроить аукцион. Коммерческая тайна пока что. Я, собственно, задам второй вопрос, и заработаю на них всем буду. Механизм аницизации. Как работает бизнес, а какие деньги? Механизм монетизации. Все мы прекрасно знаем такое выражение «сарафанное радио». Когда родитель попробовал этот продукт и понял, что действительно изменилась в лучшую сторону его жизнь, жизнь его ребёнка, он посоветует своим друзьям. Таким образом, этот продукт будет набирать обороты методом популяризации и внедрения в сферу родителей и детей. На различных интернет-форумах родители смогут забивать ту информацию, которую выдал Киви Мув по, например, диаграммам питания или по температурам. Или, например, какой-то в тот день был скачок с погоды, и у всех детей было зафиксировано повышенное давление. Родители рекламируют, люди покупают. Вы не совсем на тот вопрос ответили. Вы ответили на вопрос, как продать. Я спрашиваю, где деньги. На чём именно вы будете зарабатывать? Мы разрабатываем дополнительно и программное обеспечение, и то, которое и анализируют, и то, которое помогает родителям, например, вбивать рацион. То есть это комплекс и веб-интерфейс, где ты можешь по веб-интерфейсу не только с телефоном. Ты допустим, нет телефона, у тебя есть веб-сайт, ты можешь зайти, узнать, получить какие-то данные, сводку. То есть мы продаём, конечно, это. Плюс мы заботимся о таких вещах, как экологичная упаковка. Это же дети. Здесь ещё какой-то технический цикл, тоже мы его делаем. И, соответственно, здесь есть наша маржа, понятно. Это встраиваются в одежду, различные крепёжки и так далее. Также хотелось бы добавить, что киви-мух, в принципе, он изобретён, но люди не знают, как его применить. Сейчас в основном это применяется только в спорте, снижение за калориями, бег и так далее. Мы предлагаем новое инновационное направление именно для детей, для грудничков и более старшего поколения. То есть мы предлагаем свою идею, которую мы реализуем в нашей стране. Спасибо за то, что вы сосались на класс 1. Вопрос, как вы отслеживаете рацион? Там же нет видеокамеры? Там нет видеокамеры. С счётчика денег, как предупрекция? Там есть счётчик денег. Там есть счётчик денег? Нет. На самом деле, киви-мух, ты с помощью программы обеспечения можешь запить ту продукцию, которую сегодня ребёнок употребил, утром, например, какие-то кашки. А затем проследить, как ребёнок отреагировал на эту продукцию, как здоровье ребёнка отреагировало. Например, если болел живот, если участился пульс, или он ночью плачет, ворочится, то, естественно, вечером он съел что-то не то. Но утром ты опять заходишь в это приложение и смотришь, что же я вчера такого дал, какие пункты, какие продукты не пошли у ребёнка в его обороте питания. Тем самым родители следят за питанием детей. То есть это не само устройство отслеживает, оно просто как историю сохраняет, а родитель сам должен проследить за этим. Это отдельная программа, которая может быть или на Android, или на iOS, где мать, которая следит, она будет вбивать, что она давала, в какое время. А просто это же всё по Wi-Fi, ты потом смотришь, что я давала, когда я кормил, и плюс получаешь данные именно с датчиков. Ты смотришь, что я его покормил в 9 вечера, и потом смотришь, у него в 10 уже была температура. Вадим вопросом. Я так понял, что вы ещё хотите заниматься модернизацией этого устройства, потому что в самом деле я не нашёл функции GPM. Да, действительно, мы хотим внедрить ещё геолокационную функцию. На самом деле это довольно-таки легко. Не проблематично, потому что именно совокупность... Мы договорим. Как всегда. На взаимовыгодных условиях с разработчиками данного приложения мы договоримся о усовершенствии этой продукции. Тем более сейчас на всех устройствах iOS, на всех устройствах Android существует помимо акселерометра, ещё и геоинформационные спутники, поиски. Тогда мы возвращаемся к вопросу монетизации, когда у вас будет монетизация, и когда отобьётся разработка этого всего безобразия. Ещё раз, вопрос в чём? Вопрос. Как поставить? Если вы обратитесь к разработчикам приложения, то чего вы это делаете? Не вы. Я, 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 вопрос. Если, то я просто дополняю эти вещи. Мой вопрос, почему вы платите, зачем вы это приобретете? Значит, вопрос, куда вы это убиваете на сумке? На самом деле вопрос очень прост. Мы, как каждый, можем на это ответить. Ну, ребёнка обычно не засовывают, ребёнку прикрепляют. В комплект к нему будут идти три различных способа крепления. То есть, ну, как обычно называют, это может быть крепление к одежде. Ну да, именно, как раз-таки ограничить доступ его, в рот, к примеру, маленькому нашему ребёнку. Чтобы он не засунул в рот, мы именно будем крепить. Как фиксировать, это уже в последующем. Есть различные способы крепления, и вы прекрасно знаете. Просто ребёнок, он может упасть в службу, он может ещё что-то сделать. Ну, именно за этим это устройство делается. Ну, как вариант, вы можете использовать браслеты. Можете использовать кальву, можете? Да, вот, маленький браслет. В этом нет. А вы знакомы с такой продукцией, как браслеты от комаров для детей? Стоят такие же браслеты, которые цепляются... Далее, вы знакомы с сосками знакомых, которые на цепочке прикрепляются для детей? Также следующий вопрос. Вы знакомы с пластырями, которые цепляются под мышечную систему для ребёнка, для меряя температуры? Либо эвкалиптовые пластыри, которые цепляются на лоб или на нос? Крепление может быть совершенно разным. Размер девайса считанный сантиметром. Все, я начал дискуссию. Дмитрий Малышев, спасибо. Спасибо большое.